Девятнадцать лет По профессии я дизайнер, но с малых лет занимаюсь лошадьми. И вот у нас теперь свой приют с четырьмя лошадьми, спасенными от смерти на скотобойне. Сначала там было девять лошадей, но пять из них отправили на убой. Мы не успели их спасти. Когда мы узнали обо всем, их осталось четверо, и они еще были на ферме, их можно было спасти. Если бы мы не приняли быстро решение, через два дня их бы отправили на бойню. Мы с Кристиной оказались перед фактом. У нас не было другого выхода, только взять их к себе. Когда привезли сюда, соображали, что же произошло, как быть и что делать дальше, и как позаботиться о них. Мы их привезли ночью. Приехали в два часа, у нас вообще ничего не было. Не знали тогда, что делать. Оставили их на поле привязанными, потому что не было куда их завести. И начали строить конюшню на собранные, одолженные деньги. Я помню, как только построили крышу и перевели их в ноябре-декабре, когда уже было холодно, шел дождь, а стойла еще были не готовы, не было дверей. Нужно было их привязывать и отвязывать каждый вечер, носить воду ведрами, было много работы. Мы очень старались, и все это, на мой взгляд, было не напрасно, потому что мы действовали правильно. Мы находимся в селе Рыжково в Креулянском районе. Здесь живут примерно полторы тысячи человек. Возле Кодр. Это очень красивое место. Позади меня Агни. Единственная лошадь здесь. Ей четыре года, и она отличается особой чувствительностью. Скорее всего, это связано с ранней беременностью. Ее же ребенок тоже тут, Юкия. Ему два года, и он прекрасно себя чувствует. Единственный, без каких-либо травм, так скажем, физических или психологических, он вырос счастливым. По большей части он развивался так, как должен развиваться здоровый конь. Другого коня зовут Каспер. Ему четыре года. Но у него были небольшие проблемы со здоровьем, потому что до трех лет он был заперт в очень маленьком пространстве. Практически три на три метра. И немного был недоразвит. Здесь он получает достаточно корма, много двигается и уже чувствует себя хорошо. А это Уайс. Он самый взрослый, ему 9 лет. Предыдущий хозяин его бил. Он достаточно пугливый из-за жестокого обращения. Меня больше всего расстраивало не то, что именно этих лошадей должны были убить, а отношения людей в целом. Ведь спасение четырех лошадей вызывает такое удивление, радостное умиление, а должно быть нормой. Наоборот, должно очень расстраивать, когда не удается спасти несколько молодых лошадей. Я думаю, в этом и есть драма, и поэтому моей целью стало изменить что-то в нашем отношении к животным, а в итоге и к нам самим. В последнее время все больше жертв среди животных, и не только лошадей. Многих животных убивают, но особенно лошадей используют по максимуму и в спорте, и в работе на полях. Из них выжимают все до последней капли и потом убивают, когда они больше не могут выполнять работу, которую они должны выполнять по мнению людей. Такая ситуация показывает, кто мы есть, и говорит о нашей неспособности понимать и делать больше. Задача этого приюта – раскрыть другие возможности, другие формы взаимодействия с животными и их потенциал. С одной стороны, мы думали помочь лошадям обрести новые возможности. Сейчас Кристина, Вики и другие волонтеры занимаются их воспитанием. Обучают верховой езде, общению и готовят к участию в семинарах. Таким образом, мы сможем принимать гостей. Как взрослых, так и детей. Семьи, которые смогут насладиться общением с животными, позаботиться о них, расчесать, покормить, узнать об их жизни и привычках. Потом хотим развивать более сложные услуги. Тренинги, лидерство или психологические – подобное уже начала проводить Марина, мама Кристины. Для различных групп людей, в ходе которых она проводит параллели между людьми и лошадьми. Лошадь никогда не надевает масок. Она полностью присутствует в моменте здесь и сейчас. Когда человек начинает взаимодействовать с лошадью, у него тоже возникает эффект полного присутствия в моменте. Если он чего-то боится, это моментально передается лошади. Она тоже начинает его бояться. Под наблюдением моим и тренера лошадей мы помогаем человеку научиться с этим справиться. Семинары на данный момент проходят раз в месяц. И все они благотворительные. То есть деньги, которые мы выручаем, мы отдаем на развитие проекта Horse Sanctuary. Не радостно видеть здесь людей в возрасте 30-50 лет, которые никогда не касались лошадей. Потому что боялись. И здесь они чувствуют себя достаточно хорошо или удобно, чтобы преодолеть свои страхи, и что-то меняется в их мировоззрении. Прибавляется немного уверенности в себе, немного любви к природе. И я верю, что у этой идеи большой потенциал. Поехали. Очень сложно принимать верное решение, когда весь мир против тебя. Но с организацией убежища для лошадей нам постоянно помогали и воодушевляли. Даже то, что мы именно здесь, в эко-поселении, пример того, что нас не только приняли с четырьмя лошадьми, но еще оказали поддержку для дальнейшего развития проекта. И они до сих пор продолжают помогать нам. Двери сделал волонтер, который приехал сюда со своим братом. Они работали два дня. Сама конюшня построена при помощи организации «Эковизио», которая нас приняла здесь. Солому, сено приносят люди, либо мы покупаем за счет средств, собранных на благотворительных акциях. Перчатки подарила нам одна из волонтеров. Она регулярно помогает. Мы посчитали, что содержание одной лошади в год стоит до тысячи евро. Это только оплата корма и работы одного человека, который о ней заботится. Когда мы все начинали, были уверены, что нас не особо поддержат. И люди, скорее всего, будут думать, что мы зря спасаем этих лошадей. На деле же получилось, что очень многие люди помогают нам материально, и многие участвуют в самом процессе. У нас примерно 15 волонтеров, которые активно участвуют и помогают нам организовывать мероприятия. Или просто приходят на встречу волонтеров и занимаются чем-то в конюшне. Сейчас проходит кампания по сбору средств, чтобы закончить постройку конюшни. Хотим отделать ее глиной и на втором этаже сделать несколько комнат для волонтеров. Если вдруг решим организовать лагерь для детей, чтобы они смогли взглянуть на лошадей с другой стороны. Понять, что кони – это не только спортивный объект, или на них в селах возят дрова. Чтобы дети поняли, что это живые существа. Узнали, как они живут, чем питаются и как общаются. Это молодой конь. Он еще подросток. У них всех очень много энергии, как видите. Каспер побегал, так что мы дадим им поиграть друг с другом. Я попрошу вас всех встать здесь. Сейчас мы арендовали помещение. Здесь раньше занимались переработкой табака. Но здание уже много лет заброшено. Мы взяли его в аренду. Теперь нужно уложить глину и сверху слой песка, и тогда можно будет использовать. Так нужно для копыт лошадей. Часть помещения мы оградим. Другую часть будем использовать для хранения сена, соломы и люцерны зимой. Здесь будут проходить встречи с гостями или катание на лошадях. Потому что нужно такое место, где и люди, и животные будут чувствовать себя хорошо. Нам будут нужны деньги на покупку материалов, а когда начнем строить, Нужны будут волонтеры, которые помогут в работе. И уже после, когда все будет готово, мы ждем гостей и участников. На румынском слово «санктуар» — «конное святилище» звучит довольно религиозно. Нас вдохновила фраза на английском «horse sanctuary». По существу, это отличается от канифермы или места для верховой езды тем, что в центре внимания здесь лошадь, а не человек. Для нас это все про понимание животных и заботу. Мы стремимся создавать для них среду, где они будут чувствовать себя спокойно, безопасно и, в конце концов, счастливо. Это просто удивительные создания. Я не думаю, что их можно сравнить с какими-то другими животными. Они как отражение происходящего вокруг. И они могут дать миру то, что ни одно другое животное дать не сможет. А шаку, ничего не алтанимално, поэтому все орать. Редактор субтитров А.Семкин